Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 сентября. Я вот только что рассказывала вам о осенней подготовке грунта, что у всех у нас в зависимости от нашего региона проживания, от состава почвы, от благополучия, от плодородия вот этого земли, зависит какая будет наша осенняя подготовка почвы. По облегченному варианту или сложная, вот такая многоступенчатая. У меня самая сложная подготовка почвы, я рассказывала, потому что у меня грунт бедный, песчаный, надо добавлять для плодородия, перегной. У меня томат на томате, рост здесь, значит нужно восстанавливать вот эту почву. У меня кислая, мы живем в районе с кислой средой, мне нужно ее раскислять раз хотя бы в несколько лет. И у меня участку более 100 лет, то есть многие уже пытались отсюда что-то взять и все, что могли, уже взяли. Поэтому мне нужно добавлять эти удобрения. Вот какие удобрения я сегодня буду добавлять? Вот сейчас осенью добавляю. Конечно, в первую очередь это будет суперфосфат. Почему суперфосфат? Я уже много раз говорила, что это одно из тех удобрений, которое не успевает, если добавить весной, оно не успевает преобразоваться вот в ту форму удобоваримую, которую растения могут взять себе в питание. Поэтому суперфосфат мы весной тоже иногда добавляем. Суперфосфат добавленный весной, он не очень много пользы нам принесет, потому что он будет работать только через несколько месяцев сработает. Поэтому лучше его добавлять осенью, все специалисты рекомендуют об этом. И мы знаем, что суперфосфат это удобрение пролонгированного действия, то есть долго-долго-долго. И еще, его обязательно под перекопку, я сейчас его разбросаю вот по этой траве, попрошу сына, и прям с травой, с этой, все, он мне перекопает. И все, это будет все. Здесь можно потом добавить перегной, можно не добавлять перегной, перегной можно добавить весной. Но я тороплюсь, нам нужно сейчас осенью именно вбить суперфосфат и калий. Чтобы в турах не перекапывать, я все вместе буду и калий серно-кислый, и суперфосфат. Как добавляю? Добавляю по норме, указанной специалистами, производителями на пачке. Когда вы купите, здесь вы увидите, что тут азот и фосфор, но азот у нас до весны не очень сохраняется, а нам нужно фосфор. Перекопка. Вот читаю. Что тут? 20 грамм на квадратный метр. 20 грамм это одна ложка без верха такая. И я буду из расчета этого делать. И еще сразу же, когда очень много вопросов, как вносить и сколько, я никогда сильно об этом не задумываюсь, не заморачиваюсь. Вот что на пачке написано, то я и делаю. Если вы будете действовать строго по инструкции, вы не ошибетесь. Это вот у нас основное внесение считается не подкормка, а основное внесение. Здесь я тоже неправильно посмотрела. Нам нужно основное внесение, перекопка. 50-60 грамм на метр квадратный, а 20 это подкормка. Да я очки не взяла, плохо вижу. Так, вот смотрите, основное внесение. Мы ищем томаты. 40 грамм на квадратный метр. А, все правильно, да. Я же всегда так делала. Я помню просто, я уже никогда почти не меряю, я помню, что у нас суперфосфата мы берем в два раза больше, чем калия серно-кислого. Когда я делаю даже землю для рассады, я беру на определенный вот такой объем земли одну столовую ложку суперфосфата и одну чайную ложку калия серно-кислого. Я сейчас намерю. У меня вот эта грядка, она метр ширина. И 10 метров она длина. Значит, чтобы присыпать. Я стараюсь на дорожки не сыпать, но это чисто из экономии. Хотя корни, ну дорожки хотим не перекапывать нынче, хотя корни, они распространяются и дальше туда. Но я хочу дороги не трогать, хоть небольшие такие вот островки оставить, которые твердые останутся до весны. Вот, 10 квадратных метров. Значит, для того, чтобы присыпать эту грядку, я сейчас отмерю 10 столовых ложек суперфосфата и 10 чайных ложек калия серно-кислого. Просто методом посева вот так вот рассыплю их. И потом под перекопку все. Подготовка, вот внесение удобрений осеннее, это очень простое. Они волей-неволей пойдут туда вниз. Потом пойдут, когда польют дожди, все там растворится еще осенью, они разбухнут эти гранулы. И весной, когда я буду высаживать сюда томаты, уже как раз удобрения будут в той форме, которая нужна нашим растениям. Вот все, я сделала смесь из суперфосфата и калия серно-кислого. Как я и говорила, суперфосфата в два раза больше, а калия серно-кислого меньше. Вот видите, тут светлые, это калий серно-кислый, а которые потепнее суперфосфат. Вот у меня получается вот на эту грядку мне нужно 20 ложек суперфосфата и 10 ложек калия серно-кислого. Сейчас я вот эту смесь возьму и просто разбросаю, ну как будто корм птицам. И перекопаем. В первую очередь начинаю, конечно, вводить в те грядки, которые уже сильно переросли сидираты. Вот у нас пока неделя была дожди, был холод собачий, выйти невозможно было. И некоторые сидираты переросли до такой степени, что очень большие. Я все боялась, как бы они дудки не одервенели, это не очень удобно. Сейчас я просто возьму прям, ой, сейчас покажу вам, как же сделать, чтобы камера в руке не упала. Я беру, короче, просто рукой, вот беру рукой и равномерно начинаю вот так вот прям туда между растением. Они все равно потом все, пока перекопается, все будет на месте. Все. И все это количество равномерно распределяю по грядке. Потом только перекопка и все. Если погода позволит, добавлю перегной. Если не позволит, перегной можно весной добавлять. Вообще азоты, содержащие удобрения, это удобрения весенние. И даже лучше их добавлять весной. Все. На этом моя подготовка грунта в этом году закончилась. Я потом, завтра, если будет время, подробно расскажу, как я делала известкование почвы. Зачем я делала? Кому это нужно? Потому что в один день слишком много информации. И мне нужно пока тепло поскорее успеть все это раскидать. А про известкование, которое уже сделано, можно потом рассказать и в плохую погоду. Даже во время дождя. Возьму зонтик и буду рассказывать. Ну вот, прошло какое-то время. Почву перебуровили вместе с травой. Копать в этот раз пришлось сложновато, потому что трава выросла очень большая. Комками аж хрустит. Но сейчас, когда будет чуть похолоднее, и она немножко сейчас осядет, а ляжет, можно перекопать еще раз. А можно и не перекапывать. Вот она, главная огородница. Мэри, иди сюда. Главная огородница. Теперь ей можно все. Теперь она бегает у нас. Ты что в репьях вся? Ну вот все, готовим мы с Мэри грунт. Мэричка, скажи до свидания. Ну или дай лапу дай. А ей скорее, чтобы пузо чесали. Да ты что за черепашка, ниндзя? Все. Кто там? Умерла. Собачка умерла. Спасибо. Спасибо.